От Калмыкии до Африки. В Кайтакском районе стартовал 9-й международный межрелигиозный молодежный форум, где приняли участие делегации из разных регионов России и даже зарубежных стран. В программу мероприятия включены дискуссионные площадки, различные акции, конференции и экскурсии в Дербент. Подробности в сюжете по Тимат Ханаповой. Горизонты форума расширяются. В этом году впервые за 9 лет площадку посетила делегации соседней Калмыкии. Ранее здесь собирались представители только трех религий – ислама, христианства и иудаизма. Теперь в межрелигиозном диалоге будут участвовать и буддисты. Соседская республика, и мы на протяжении многих веков всегда жили бок о бок, взаимодействовали, сотрудничали друг с другом, вместе разделяли наши трудности, вместе разделяли наши радости. Поэтому мы очень рады присутствовать на таком крупном мероприятии. Если же представители буддийского духовенства становятся участниками впервые, то Руслан Ильканаев посещает площадку каждый год и знакомит участников с еврейской культурой. Говорит, программа форума раз за разом становится насыщеннее и качественнее. Действительно, основная цель форума – консолидация межнационального диалога. Она действительно осуществляется. И чем больше молодых ребят принимают в нем участие, тем больше они узнают о конфессии друг у друга, и тем больше они дружат, что самое главное. Встреча с экспертами, тренинги и мастер-классы. Помимо этого участников ждут спортивные и интеллектуальные игры, а также поездка в Дербент. Не менее важная, кстати, это коммуникации, которые у них останутся после того, как завершится форум. То есть они будут дружить друг с другом, они будут рассказывать все то, что здесь они увидели, то, что здесь они познали своим друзьям. Почему в Дагестане? Наверное, ответ очевиден. Здесь самый многонациональный субъект Российской Федерации, где столько коренных народов проживает в мире согласия, и при этом это происходит веками. Это не столько, вернее, наши заслуги, это заслуга наших предков, а мы только сохраняем и передаем другим поколениям. Ну и здесь зародились все, как известно, основные религии Российской Федерации. И именно поэтому вот этот форум зародился здесь, и мы не теряем надежды, чтобы он был обязательно всероссийским. С точки зрения, у нас там международный форум, с точки зрения, что не мы приглашали там с разных регионов, там выборочно, а чтобы все регионы Российской Федерации приезжали одновременно здесь, а для этого нужна у нас федеральная поддержка, уверен, что он и станет той площадкой, потому что отзывы тех, которые пребывают здесь, и все новых и новых экспертов, и участников, говорят только о положительном, о необходимом, о востребованном. Познавать друг друга и избавиться от стереотипа – важной задачи форума. Органцетры отмечают, несмотря на различия, у всех льезных конфессий есть общая цель – стремление к сохранению мира и укреплению нравственности в обществе. Это их и объединяет. Такие события происходят и в мире, и на Украине. Мы все переживаем. Мы видим, что тот цивилизованный мир, который говорил, что они объединены какими-то ценностями, и почему-то вокруг них проливается кровь, почему-то там неурядицы, почему-то они решили, что они носители истины. А эту истину Бог дал каждому из нас. Она открыта в Священном Писании. У нас разное представление о Боге, но единые ценности и заповеди, которые Он нам все дал. И поэтому форумы призвут к тому, чтобы мы увидели эти ценности и осознали, вокруг чего нам необходимо объединяться. На торжественном открытии выступили представители власти и духовные лидеры всех конфессий. И все в один голос говорят – религия несет в массы только добро. В таком общении только можно обогащаться за счет друг друга. Всевышний так и говорит в Коране – я вас сотворил племенами и народами, для того, чтобы вы друг друга познавали, чтобы вы узнавали. А узнавать для чего? Для того, чтобы получить взаимную пользу. Шесть дней и более 160 участников, которые пройдут образовательную программу на свежем воздухе в лагере «Огонек». Организаторы говорят – в целом программа форума должна охватить более тысячи молодых людей. Будут проведены и выездные встречи со студентами семи колледжей. Максим Атханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Кайтакский район.